Я родом отсюда, получается, коренная, с Астаны, то есть с Селинограда. Папа мой родом из Макинки, недалеко в сторону Борового. Моя мама из Петропавловска. Папа у меня военный, а мама музыкант. Видимо, поэтому суждено мне было пойти по маминым стопам. Это была ее мечта. Она мечтала, чтобы дочь достигла большего, чем она. Она закончила педагогический институт в Целинограде, музыкальный факультет по классу баян. И постоянно участвовала в самодеятельности, очень много пела. И всегда мне с детства говорила, что, доча, ты достигнешь большего. Ты должна учиться в консерватории, получить специализированное высшее образование. Я не поехала, а ты должна поехать. Она получила педагогический институт, она закончила музыкальный факультет. И стала работать преподавателем. Проработала 32 года, сейчас на пенсии. Проработала она 32 года в гуманитарном колледже, педагогическом гуманитарном колледже здесь, в Астане. Сами не выбираем нас, куда направили родители. Туда мы и пошли. Мама направила, она очень любила фортепиано. Сама баянистка, сама владеет фортепиано. И в 5,5 лет она отдала меня в музыкальную школу. Меня приняли по классу фортепиано. Я помню даже такие моменты. В детском саду тихий час, все дети спят. А меня нянечка будет, я надеваю колготки сонные, встаю и иду на специальность. Очень хорошо это запомнила. Потом у нас не было инструмента, конечно, сразу. Потому что все-таки в то время, ну это вообще дорогое удовольствие, инструмент. И я приходила после музыкальной школы, приходила к маме на работу, в кабинет. И занималась у нее в классе на фортепиано, пока она вела уроки свои. Конечно, иногда очень хотелось бросить. Потому что, ну как и все дети, хотелось переключиться на какой-то другой вид деятельности. Говорила, все, я брошу. Но мама говорит, нет, у тебя получается. И не хотела заниматься. Она мне прям запирала в своем кабинете. Говорит, вот пока у меня идут уроки, ты занимайся, сиди. Сидела в соседнем классе и слушала, как я там гаммы играю. Ну знаете, вот Женя Албакирова, наша казахстанская пианистка. Я очень любила ее слушать. И это вот в детстве, в школьном возрасте, во время обучения в музыкальном колледже. Была наслышана о ней. Даже присутствовала на одном из ее концертов в Алматы. Вот. И, конечно, судьба моя сложилась так, что, возможно, наоборот, я бы поехала в Алмату учиться. Приезжала комиссия к нам из Алматы, из специализированной школы для одаренных детей Ахмеда Жбанова. И отбирали деток. Первый, второй класс смотрели. Меня отобрали в эту школу. Мы жили на тот момент в городе Аркалык. Папу отправили туда. И мы жили там. Меня отобрали в эту школу. Моя мама была просто счастлива. Слезы счастья у нее прям. Она так обрадовалась. Она говорит, ну это просто счастье такое, что тебя отобрали. Это судьба. Ты должна ехать учиться. Там получишь ты настоящее профессиональное, высококлассное образование. Но, как у казахов бывает, все решают бабушки, дедушки. И папина мама, а Пашка моя, не разрешила, не дала добро. Бота не дала. Сказала, ваша единственная дочь. Жалко сказал, куда вы отправляете. Будет жить в интернате. Непонятно там, что и как. Не нужно. Вот пусть живет рядом с вами. Ходит в музыкальную школу. Ну и вот так случилось, что я не попала в Алмату, в эту школу. А вот осталась с родителями. Потом мы переехали в Астану, в Целиноград. И дальше пошла уже в музыкальную школу в Целинограде. У меня были замечательные учителя и в музыкальной школе, и позже в колледже музыкальном, и в Академии музыки. Я очень рада, что я попала к таким специалистам. Очень люблю свою первую учительницу, Ольгу Ивановну Авдееву. Мы до сих пор с ней общаемся. Она для меня как мама. И она постоянно приходит на все мои концерты. К ней, у нее занимались даже позже мои дети. И дочь, и сына я отправила к ней учиться. Вот они у нее учились. Поэтому я, конечно же, не жалею, что судьба сложилась так, что я осталась с родителями и продолжила обучение у себя в городе. Я заканчивала музыкальный колледж. Это был мой первый большой сольный концерт. Первый большой концерт был. Да, я играла большую, достаточно серьезную программу уже, которую я до этого обыграла, играла на конкурсе, республиканском конкурсе, участвовала. Эту же программу я играла. И это был как бы итог моего, как сказать, итог среднего образования до поступления в Академию музыки. Ну, наверное, это был мой первый такой опыт, чтобы полностью взять на себя и провести сольный концерт полностью. Мне тогда было 17 лет. И в конце 17 лет? Ну да, такое телевидение было, и вся администрация была, и очень много гостей было. Ну, тогда вот как бы я поняла, что все уже серьезно, что стоит дальше учиться, и у меня это получается. Далее вы поступили в Академию музыку? Да, вообще, как и моя мама планировала, мы хотели поехать в Алмату, в консерваторию. До этого было несколько конкурсов, республиканский, музыкант 21 века, региональные конкурсы, где я познакомилась с своим будущим преподавателем высшего образования, Кусаиновым Алтаем Карпыковичем. Мы там уже на конкурсе с ним познакомились, и он сразу подошел ко мне, мы познакомились, и он предложил мне поступать к нему в класс в Алмату, в Алматинскую консерваторию. Говорит, приезжай ко мне, у меня в классе будешь учиться. Но так получилось, что не я к нему поехала, а он приехал, наоборот, ко мне сюда, в Астану. То есть открылась Академия музыки, и пригласили всех специалистов, в том числе и его. Я автоматически попала и проучилась у него все годы дальнейшего обучения. Когда приглашают, я всегда соглашаюсь, потому что меня приглашают мои друзья, коллеги, артисты, Астана-опера, солисты филармонии. В Астане у нас совместный концерт был и с народным артистом Киргизии Эрнисом Асаналиевым. Потом вот ребята, которые, я говорила ранее, живут за рубежом. Эльдар Сапараев, тоже знаменитый велочалист, с ним был концерт. То есть я всегда рада помузицировать. И концерты бывают, ну, не знаю, разная периодичность. Бывает каждый месяц, бывает когда-когда, но есть время достаточно, чтобы подготовиться. Ты уже конкретно делаешь для себя план, определенный план, но как минимум на полгода всегда есть план. Что, зачем будет, когда, какие концерты, обговариваешь даты, чтобы всем было удобно и заниматься, и встречаться, и репетировать. Обязательно вдохновение нужно, когда особенно много-много занимаешься, как бы это превращается же в рутину. Вот. И чтобы какое-то вдохновение, чувство свежести почувствовать, я иду на чей-нибудь концерт. И если вот он мне зайдет, особенно, вот что-то такое, не знаю, если даже, может быть, даже того же композитора, которого я буду исполнять, да. И тогда у меня появляется какой-то новый стимул, импульс. И еще я нахожу свою энергию, вдохновение, уезжая в горы, на природу, в горы, где я просто, как говорят сейчас модно, перезагружаюсь, обнуляюсь, приезжаю уже с новыми силами. Особенно, вот, сыграв концерт, обязательно, как бы, нужно себя чем-то отблагодарить, и это вот у меня вот либо горы, либо что-то такое вот для души. Молодежь, это вот, например, сейчас моя дочь, 22-летняя, которой я всегда говорю, доча, нужно всегда трудиться. Самое главное – это дисциплина, особенно в нашем случае, музыкантов. Без дисциплины, без труда не выловишь ничего, не будет успеха, не будет никакого результата. Ну и молодежи хочется сказать, чтобы они не боялись, они ставили цели, не мечты даже, а цели и задачи, чтобы представлять и видеть результат этот. Если ты видишь результат, ты просто к нему идешь пошагово. Это задача, которую нужно выполнить. Я для себя это так считаю. Мечты – это что-то вот такое, ну, непонятное, там, жить где-то на острове, вот это мечта. Все остальное, оно реализуется. Если ты будешь трудиться, если ты не будешь бояться, если ты не будешь искать легких путей, если ты не будешь куда-то постоянно, чтобы тебя вот бросало из стороны, какие-то там сейчас модные курсы, легкие деньги, еще что-то. Не нужно искать легких путей. Нужно вот выбрать свой путь, трудиться, заниматься и просто выполнять эту задачу. Сделала задачу, поставила себе галочку, идешь дальше к следующей цели. И все. Верить в себя, в свои силы. Спасибо. Спасибо.